С раннего утра на площадке возле дворца молодежи стали собираться обманутые вкладчики. К десяти часам очередь достигла таких размеров, что остальным просто не осталось места. Еще на входе всех желающих пройти в зал суда ждала серьезная проверка. Сотрудники полиции и службы судебных приставов просили оставить все опасные предметы и отключить мобильные телефоны. В холле сотрудники городского суда отмечали пришедших по спискам и лишь затем пропускали в зал суда. Но желающих поучаствовать в процессе оказалось намного больше, чем позволяло помещение, поэтому судья Ибрагим Даутов еще до начала заседания обратился к оставшимся с предложением. Вы проявили разумность. Для скорейшего рассмотрения дела мы должны получить согласие всех потерпевших. Всем понятно, да? Ничьи права, умоляться не будут, вы не беспокойтесь. До начала судебного заседания в суд поступило уже полторы тысячи заявлений о рассмотрении дела в их отсутствии. Я предлагаю, чтобы вы все написали такие заявления. Сейчас прием заявлений здесь будет организован. Толпа, не поняв до конца сути обращения, запаниковала и с криками, почему мы не можем пройти внутрь, ринулась на приступ главного входа. Актовый зал Дворца молодежи, рассчитанный на 500 человек, оказался заполненным до отказа. Судя по возрасту пришедших, обманутыми оказались в основном люди старшего поколения. Губаева со Стоговым народ встретил спокойно, подсудимые же заметно волновались и пристально всматривались в зал. В начале заседания судья объяснил присутствующим их права, представил гособвинителей и защитников. Когда судья спросил, есть ли у кого возражения, Ильдар Губаев заявил, что требует, чтобы в преддверии суда просили всех потерпевших, а их, к слову сказать, более 5,5 тысяч. Народ, уставший от долгого следствия, возмутился. Все потерпевшие, которые подали заявление, чтобы их всех допросили. Чтобы всех потерпевших, которые подали заявление, всех допросили. Чтобы суд всех допросил. Сколько будет продлиться этот суд, если 6 тысяч человек будет говорить? Да, одно и то же. Что это? Ему отказать? Вот это вот, хататайство его. Как оказалось, еще в ходе ознакомления с делом судом был выявлен ряд нарушений. Так, по срокам предварительное следствие должно было завершиться еще 29 мая 2009 года. На деле же оно 11 раз возвращалось для дополнительного расследования. Кроме того, неправильно было составлено обвинительное заключение. Замечания были еще по ряду других вопросов. В итоге суд предложил рассмотрение дела отложить. Данные обстоятельства, изложенные мной, дают, делают, по усмотрению суда, делает невозможным приступить к рассмотрению данного дела в настоящий момент. Представители прокуратуры предложение суда спорили, а адвоката всецело поддержали. После чего слово было передано подсудимым. Речь Владимира Стогова была до лаконичности короткой, а вот Ильдар Губай в первую очередь высказал ряд требований, после чего заявил о своей невиновности. Я заявил ХАДАТАСС о рассмотрении дела в составе коллегии из трех судей. Моя ХАДАТАСС соответствует процессуальному закону статьи 30 ОПК РФ. Также я хотел бы заявить, что я осужден Ижевским судом за это же дело. Филиал, значит, головное предприятие было в Нестикамске, филиал был в Ижевске и в Уфе. Значит, я был осужден в Ижевске на шесть лет общего режима за это же дело. По Конституции гражданин Российской Федерации не может быть судим за одно и то же дело два раза. Я не признаю себя виновным. После того, как все стороны высказали свои мнения, суд удалился для принятия решения. Народ в это время активно обсуждал выступления подсудимых. После непродолжительной паузы суд вынес окончательный вердикт. Рассмотрение дела до исправления выявленных ошибок отложить. Суд постановил уголовное дело по обвинению Губаева Ильдара Ипиньяновича Стогова Владимира Николаевича по части 4 ст. 159 УК РФ возвратить прокурору городу Нестикамск, обязав устранить допущенные нарушения. Адвокаты Ильдара Губаева и Владимира Стогова ходом заседания и решением суда остались довольны. Все права и законные интересы как подсудимых, так и многочисленных потерпевших были соблюдены. Разбирательство дела и вообще весь ход, в том числе и судебное разбирательство, судебное следствие по данному делу, судя по всему, предстоит более чем тщательно. Количество потерпевших, размах, количество денежных средств, которые, скажем так, проходят по материалам уголовного дела, таких дел не было, безусловно, поэтому это, можно сказать, безусловно, уникальное дело, поэтому это войдет в историю. Обманутые вкладчики же, в свою очередь, высказали мнение, что все это лишь в очередной раз затянет дело. Сажаете его там на 10 лет или на сколько, мы пришли, все, бля, спроси у кого, все за деньгами пришли. Нам никто не сказал, когда нам деньги дадут. Деньги, когда нам вернут. По своему мнению, это не суд, а просто общее собрание колхозников. Вот такое мое мнение. Очень несерьезно. Это к чему надо было вот это вот опять вот. Прокуратура разве не знает законы, как должно быть, какие там, а сколько листов там должно быть. Прокуратура об этом не знает, что ли? Почему они допустили такие ошибки, чтобы суд опять вернул прокуратуру дело? Обещанного три года ждут в этот раз народная мудрость не сработала. Когда точно состоится следующий суд над мошенниками, пока сказать трудно. По закону определенного срока, в течение которого прокуратура должна исправить нарушение, нет. Вкладчикам нефтекамской пирамиды снова остается только ждать. Вадим Хисматуллин, Ренат Юмакаев, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова